Какие меры социальной поддержки оказывают пенсионерам совхоза имени Ленина? С этим вопросом мы обратились к директору ЗАО совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Вообще-то на самом деле меры поддержки всех категорий наших работников, пенсионеров и маленьких детей, а также родителей, мам беременных, все это записано в колдук. Там несколько страниц текста и на каждую вот эту категорию у нас есть определенные меры поддержки. Ну а ветераны, ну понятно, что это особая статья и поэтому ежеквартально они получают у нас материальную помощь к Новому году, к Дню Пожилого Человека, к 8 марта и 27 февраля, по всем праздникам они получают. Говорят, еще на юбилей выдаёте? Нет, помимо этого есть в колдук отдельно, в статьях, где юбилейные даты и материальная помощь определяется. Также мы бесплатно даем им продукцию, которую производим, ну это картошка, свекла, морковь, капуста, ну и в общем все это. Потом есть еще другие меры поддержки, они пишут заявление о материальной помощи, если попадают в тяжелую жизненную ситуацию и тоже мы их рассматриваем и помогаем. Первый весенний день в клубе совхоза золотая осень выдавали деньги пенсионерам. Пожилые люди, не торопясь, подходили в специально отведенное помещение клуба, чтобы получить очередную выплату. Здравствуйте. Пять тысяч рублей. С наступающим вас праздником. Спасибо. Самое главное здоровье. Раиса Ивановна, у нас будет день открытых дверей. Приходите, вам пригласительный. Да, да. Почитайте. Очень хорошая программа, Любовь Ивановна. Вот здесь расписывайтесь. Вот здесь, да? Да, да, вот здесь ниже. Расписывайтесь. К празднику. Как только мы подняли выплаты до пяти тысяч, нам нужно переплатить пять тысяч сто сорок рублей, чтобы у них получилось пять тысяч наличным. Это такая тоже неприятная история. Государство бы не обедняло, если бы сделало для пенсионеров, для вот таких вот любви и малобеспеченных, льготы, не брало бы подоходный налог вообще. Всем пенсионерам совхоза, тем, кто ушел на пенсию из совхоза Ленина и отработал десять и более лет. Значит, к Новому году, к 8 марта, к 23 февраля мужчина, к Дню Победы пенсионерам совхоза плюс жителям, проживающим, значит, в совхозе, ветеранам и участникам войны и детям войны. От совхоза тоже к Дню Победы выдается материальная помощь. К Дню пожилого человека, это 1 октября. Вот. И если хороший бывает урожай, значит, тоже премию Павел Николаевич выдает. В этом году вы давали еще премию дополнительно, было 25 лет организованному ЗАО совхоза имени Ленина. Спасибо, Павел Николаевич, за все его хорошие, за доброту, за все, что не забывает нас пенсионеры, ну вообще всех. Я очень благодарна Павлу Николаевичу, что он нас помнит, не забывает, любит. Мы его тоже любим, вот, и желаем ему самого хорошего, успехов в работе, вот, и много лет жизни. Следующая выплата будет 9 мая, к Дню Победы. Ну там уже будут получать не только пенсионеры, там ветераны совхозы, там будут получать уже все несколько категорий. Дети войны, узники концлагерей, вдовы, в общем, там... Кто зарегистрирован здесь, да? Кто, да, зарегистрирован в совхозе Милина. Всего навешали. Всего навешали. Это совхозная жизнь. Посмотрите, сколько фотографий принесли. Но нам предстоит большая работа. Нам это надо будет все разобрать, перефотографировать, чтобы это все оформить в музей. Очень много исторических фотографий о жизни нашего совхоза. Но я многих людей, кто запечатлен на этих фотографиях, не знаю. Поэтому прошу всех наших жителей, прошу всех наших пенсионеров прийти посмотреть, кто же это. Ну там же крупным планом, а в основном контора, конечно. Дожила до 80. И еще хожу. Еще сама себя обслуживаю. Это уже хорошие показатели. Не лежу, в магазин схожу, к вам вот пришла, в аптеку зайду. Это разве плохо? В 80-то лет. И уже за 80 перешагнула. Так что нет, хорошо. А потом я скажу, что это еще условия жизни. Все-таки вот когда на душе хорошо и радостно. А у нас всегда и коллектив был, если вы это записываете. И коллектив, и начальство. Вот я не помню плохих людей. Я говорю, я иногда думаю, может быть, я такая сентиментальная. Но я плохих людей у нас в коллективе не помню, начиная с 76-го года. Чтобы я сказала, вот, вот эта дрянь, вот эта плохая. Нет. И все специалисты, и все бригадиры, и все, и рабочие-то как относились? Как бывало, их Закотин назвал. Вы же сами-то начальники, потому что работали-то у нас временные люди. А каждая рабочая уже стояла старшей. То есть уже как бы начальником. И все были такие ответственные. Нет, такого коллектива, мне кажется, во всей стране и не было, и нет, и уже не будет. Нет, жаловаться не на что, это раз. Пришли меня как-то поздравить, и эти вот эти. И говорят, мол, как вам тут живется? Я говорю, а как вы думаете, я 30 лет почти на пенсии? 25 лет Павел Николаевич новым, новым коллективом, как бы, акционером, и мы все эти годы на содержание у совхоза. Четыре раза в год по 5 тысяч, 20 тысяч. Где, какой, у меня муж всю жизнь проработал в Москве, и сын на зиле 20 лет. Им не только что копейки не прислали, им же открытку не прислали. Никогда. С вами, как обычно, был ТВ Совхоз. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий к этому видео. До новых встреч!